Музыка Мы используем любой шанс, чтобы дотянуться до мечты. И всегда рады, когда нас в этом поддерживают. Кредит наличными на любые цели до 4 миллионов рублей со ставкой от 10,5% годовых. ОТП Банк. Вместе к мечте. Сейчас. Итак, как уже говорили, в эфире программа Есть Тодей. В студии сегодня Елена Штеева, Андрей Козицкий. Сегодня будем готовить что-то из бананов, грецких орехов, огурцов, какой-то зелени, редиски и вот этого предмета. Что-то. Очень клевая зелень. Это называется руккола. Она безумно полезная. У нас сегодня будет такой красивый зеленый салат и кофейно-сливочный десерт. Кофейно-сливочный десерт будет? Да, да, да. То есть после салатика легкого скушаем десертик? Да. Да? Догонимся. Ну, как ты любишь говорить. Магаданские корни дают о себе знать, да? В общем, вот так, с чего начнем? Что нам нужно? Лен, вообще с тобой редко вот увидимся именно в этой студии. Всегда вот спрошу, готовила хоть раз до этого? Ну, ты знаешь, ты когда-нибудь ел салат с редиской огурчиками? Я ела. Просто мы их сейчас с тобой дополним вот этой рукколой, потом возьмем зелень с редиски тоже у нас такой будет. Супер-супер витаминный и полезный салат. Вот. Я думаю, у нас все получится. Куда? Вот четыре банана. Куда я пойду занялась? Десерт. Так, ну один банан ты съешь, как обычно, во время приготовления. Хорошо, так. Так. Тоже будет из половины чашки грецкого орета, да? А этот, да. Чуть-чуть поменьше, остальное даем я. Да. Ну что? Вот, и нам надо будет забить сливки с тобой. Чем займемся сначала? Чем займемся? Давай, я думаю, тебе надо выйти из твоей зоны комфорта. Из студии, да, в принципе? Нет. И вырасти уже как-то. Андрей, хватит тереть сырок. Так. И шутить, как молодой ургант. Давай. Да. Хорошо. Все. Хорошо. Поэтому давай торжественно бери, режь редиску. Вот, я тебя повысила. Знаешь, я никогда не слышал таких классных речей. Бери и торжественно ешь редиску. Нам нужно нагнать людей. Итак, ладно, хорошо. Давай, не будем никого нагонять. Сами нагоним себя. Давай, так, беру нож. Давай, редиска. Она уже мытая, да? Да, да, мы все уже предварительно помыли. И что? Как ее резать? Заразили. Скажи мне. Итак, сначала отдели ботву. Ботва нам тоже пригодится. Ботва пригодится. В ней много клетчатки. Ботва – это зелененькая. Поэтому ешьте зелень, да. Так, ты занимаешься ей. Я пока начну с огурцов. С огурцов. Что ты будешь делать с огурцами? Сейчас, смотри, я их вот так вот все уберу. Ненужное, некрасивое. Кожура называется. А потом с помощью вот такой картофелечистки, да, и там овощи чистки. Овощи чистки. Что по логике подходит нам, да. Так, я сделаю такие красивые. Это будет называться слайсы. Слайсы. Да. Знаешь, что… Ты же, по-моему, услышал это от меня второй раз. Да. Да. Два раза. Заслышал. В общем, Лена, пока ты вот занимаешься этим важным делом, отделяешь ненужные части от огурцов, предлагаю прерваться на небольшой опросик, на небольшой сюжетик. После этого мы вернемся и продолжим готовить. Не переключайтесь. Лучше все-таки я считаю своих. А почему вы так думаете? А потому что я знаю, какую гадость туда сыплю. А здесь купишь, какую гадость сыпят, одному Богу известно. Это правильно. Да, все. А что вы высаживаете, вот какие овощи? Я это самое, капусту, помидоры сам рассаду, это делаю. А картошку? Ну, картошку. Обязательно, да? Обязательно. Спасибо. И плюс малина, клубника, там что-то еще. Ну, свои бы лучше были, но своих нету, поэтому... Приходится покупать, да? Приходится покупать, да. А, ну вот, если бы у вас был свой огород, ну вот что бы вы высаживали? Так, помидоры еще рано. Ну, наверное, помидоры, огурцы, баклажаны, тык. Любите это все, да? Ага. А консервируете, знаете, покупаете? Да, да. Делаете, да? Делаем, делаем, да. Ну, конечно, свои. А почему? Ну, во-первых, ты знаешь, какая земля, что-то как удобрено, ухаживаешь с любовью, с добротой. А магазина, это все китайское. Не, ну, смотрите, за своим надо ухаживать, все лето, все весну, все осень. А магазин, я купил и пошел. Ничего страшного, это полезно всем. Сейчас много людей бросают земли, потому что не хотят работать или что. Ну, и земля плохая, много вкладывать труда надо. Конечно, лучше со своего. Ну, не китайское, где там много химии. Конечно, со своего. Конечно, огород есть небольшой. А свое? Покупаете картофель или слой? Нет, ну, пока свой. Пока свой. А так, конечно, все остальное покупаем. Так это же надо сил сколько положить. Ну, да, были дети, помогали, как бы, пока. Ну, сейчас уже тоже уехали в город. Ну, пока как по силам, а там, видно, будет. Будут помогать, внучки приезжать будут. Итак, Андрей Козицкий и Лена Шутеева. Продолжаем готовить наши два блюда сегодняшних. Я нарезаю редиску. Как ее резать? Разрезаю пополам и на такие полусферы. Половина риски ушло в небытие. Лена, все именно на моей кроссовке. Слушай, ну, вот мы посмотрели сюжет, и большинство людей высказались за то, что все-таки свое домашнее, оно, конечно, намного лучше, чем магазинное, покупное. Ну, знаешь, я считаю, что это логично, в принципе, но у нас сейчас идет какая тенденция. То есть люди все больше и больше отказываются от своих дач, от своих огородов, потому что это бывает тяжеловато, бывает трудозатратно. Слушай, ну ты отказался или нет? Давно уже, уже давно. Я уже не помню, когда я последний раз продал свое ранчо под воздвиженкой. Не знаешь, мне кажется, надо выступить мне законодательной инициативой. И вот, например, провинился, да, человек, нарушил какой-нибудь ПДД. А ему бах, иди, бабушке, помогай картошку садить. Или там, я не знаю, сорняки драть на огороде. Здорово ты придумала. Хороший законопроект, кстати. Осталось только в посте в Думулен. Но когда будешь туда идти, сначала такие идеи не говори, потому что, значит, твоя попытка изначально будет вечно проваловаться. Ты думаешь? Мне кажется, за меня бы проголосовали. По-любому. Человека сколько? Определенная категория людей. Определенная категория людей. Я и Алексей наш, утратор. Дачники, дачники. Дачники, бабушки, у которых большие огороды, да? Да, да. На которые не хотят там ничего делать. Ну вот смотри, видишь, как все красиво получается. Здорово у тебя. Ты давай продолжай в том же духе. Хорошо. Завершай свои дела с редиской, и потом будешь приступать к огурцам. А я начну делать наш десерт. Давай, хорошо, без проблем. Кофейно-сливочный десерт. Так, ну вот это какой-то некрасивый слайс, мы его туда прячем. Я думаю, что кто-то из нас будет есть либо салат, кто-то будет есть либо десерт, мне, знаешь, кажется. Ты думаешь? Бананы, редиска. Такое, знаешь, первое химическое оружие выглядело именно так. Да нет, мне кажется, все будет нормально. Ты зря переживаешь. Так, мне сейчас для нашего десерта понадобится, собственно говоря, кофе. Кофе. Да. Обычный, да, растворимый кофе? Так, давай посмотрим. Это растворимый кофе? Нет, это молотый кофе. А, молотый кофе. Да, который будет потом использоваться тобой в качестве скраба. Хорошо. Так, мне нужно 6 столовых ложек и стакан кипятка. 6 разных? Нет. 6 разных столовых? Нет. Можешь достать хотя бы одну, если у нас у тебя есть. У нас просто только 4. 6 разных. Остальные 2 кто-то украл. Так, меряем. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Так. Так, все, я посчитала. Ты молодец. Это мы с тобой прошли счет до 6 в сегодняшней программе. У нас еще не только такая вкусная программа, но и познавательная. Познавательная, я бы сказала, развивательная. Ну, естественно. Итак, редиску я режу. Так, молодец, у тебя все хорошо получается. Уже, Лен, думала, где вообще будешь отпуск проводить? Уже были планы? Потому что я знаю, что сейчас большинство людей уже за полгода планирует. Вот, в июле долгожданный отпуск. Рванем. Либо на огород, драть сорняки, либо на шамару. Жарить шашлыки. Ой, ну, шамаре неплохо. Что, что прям так про шамару? Нет, я просто, ну, я, к примеру, говорю, что на море. На море я, наверное, полечу. Курорты Краснодарского края будут приветствовать меня. Мы столько зарабатываем здесь. Я просто, может быть, не в курсе. Не, ну, ты знаешь, сколько стоят билеты туда? Это очень и очень... Дорого? Дорого, да. Ну, так ты сейчас опять похвасталась, так понимаю. Дороже, чем в Таиланд. Хорошо, дороже, чем в Таиланд, правильно. Все верно. Твоя подписка о невыезде, да, еще дает о себе знать, что проще играть в Краснодар. Она еще действует, поэтому мне только в Краснодар. Итак, продолжаем эфир программы «Есть тут 9». Очень много редиса. Знаешь, очень много. Никогда не видел столько редиса в одном месте. Нет, просто у тебя маленькие пальчики, которые не справляются с этой тонкой работой. То есть анатомия все-таки влияет, да? Есть какие-то критерии на разрезание редиса? Да, да, в твоем случае, да, Андрей. Хорошо. Ты добавляешь что? Что это такое в твоей ложке? Похоже на... В моей ложке... Кусок свечи. Мед. Сейчас надо добавить 4 столовые ложки меда. Наверное, вот это количество у меня все и уйдет. Это мы сделаем сироп. У нас будет такой с тобой красивый многослойный десерт. Отлично. В котором будут взбитые сливки, кофейный сироп, орешки и бананы. Угу. Потому что это очень долгое занятие, кропотливая такая работа по разрезанию редиса. Ну ты даешь. Ты знаешь, сегодня утро сушила волосы в ванной и услышала, как мявкает котенок. Угу. У нас в подвале там живут коты. Я думал, что кукурчок. Наверное, принесли потомство. Я вот не знаю, сегодня буду проводить операцию по спасению. Угу. Вдруг его мать бросила. Представляешь? Ты собираешься искать мать котика, да? По документам. Через попечистский кошачий слунду. Ты как относишься к таким бездомным животным? Вообще мне это жалко, честно. Ну ты когда-нибудь покупал там, я не знаю, еду? Всегда. Всегда покупал. Вообще, для себя или для котиков? Для котиков. Просто я не могу пройти мимо, если вот вижу собаку эту голодную. Нет, я всегда... Я обязательно куда-нибудь забегу и куплю вот ей поесть что-нибудь хотя бы. Ну хотя они такие разборчивые некоторые, не всегда идут. Ну нет, я согласен. Я всегда когда вижу, если поблизости ездит в магазин, либо вдруг у меня в кармане пачка кошачьего корма. Такое бывает, да? Да. Вот, то я обязательно... Почему нет? Хотя, ну я, знаешь, в какой-то мере против, что так много бездомных животных у нас на улице. Просто никто вот это не регулирует. Летом страшно бывает на детских площадках, когда свора собак выбегает где-то еще, а дети гуляют без присмотра. Вот за эти моменты я себя переживаю очень сильно. А вот ты знаешь, что в Японии есть целый остров кошек? Угу. Так. Там живет примерно 100 человек, и на каждого человека приходится примерно 6 кошаков. 6 кошаков. И 36 соратин. Все это пошло от того, что раньше, в принципе, как везде, наверное, в Японии, там процветала рыбная ловля, и считалось неправильным, если ты хорошо там поймал, не покормить кошку. И кошки, коты начали с других концертов копить на билеты до Японии. Да, и, кстати, вот видишь, мы с тобой, у нас будет, наверное, хорошая такая карма положительная, нам все вернется, потому что у них считается, что если ты покормил бездомное животное, то тебе будет сопутствовать удача и богатство. Ты почувствовал на себе? В общем, друзья, что сейчас хочется сказать? Прогноз погоды с Анной Матвия, с Леной. Она расскажет, будут ли летать ласточки низко, будут ли мюкать котики, а это значит, что будет дождь, или будет светло и солнышко. Об общем, это от Анны Матвия не переключайтесь. Прогноз погоды на 17 мая. В студии Анна Матвия. Здравствуйте. В Малдивостоке в пятницу переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 14. Атмосферное давление в норме. Влажность высокая. Ветер говосточный слабый. В Масариске 17 мая облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха плюс 21. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность комфортная. Ветер южно-умеренный. С нами надежный партнер. Строительная компания «Водострой». О погоде все. До встречи. Дом там, где счастье. Обрести его поможет компания «Водострой». Многоквартирный жилой дом на улице Чечерина, 141. Это отличная планировка квартир, крытая парковка и коммерческие помещения. Возможно приобретение в ипотеку и с использованием материнского капитала. водострой.нет Итак, продолжаем готовить. Лена уже сделала много всего. Мне кажется, мы топчемся на одном месте, Андрей. Я продолжаю бороться с редисом. У меня уже была идея спрятать половину, сказать, что я все нарезал. Ну, мне кажется, что слишком много редиски мы. Немного. Это же витаминный салат. Витаминов надо есть много. Хорошо. Чтобы они у тебя все усвоились. Так скажешь. И твой организм сказал тебе спасибо. Да, так и будет. Отец. Так и будет. Итак. Так, смотри, что я сделала, значит, пока тебя не было. Давай. Так. У нас, значит, мы сварили медово-кофейный сироп. Сначала разогрели 4 столовые ложки меда и добавили туда примерно 80 миллилитров кофе заварного. Вот немножко сейчас мы это прогреем. Угу. И отставим в стороночку. Так. Вот. И сейчас мне, я вот уже приступила к нарезке бананов и покрошу орешки. Угу. Потом останется взбить сливки и все это красиво соединить. А мне дорезали редиску. Вот так вот это. Да. Ну, как раз через неделю, я думаю, мы тебя отсюда выпустим. Ну, давай. Так, я вот этим занимаюсь. Сидишь ли ты в соцсетях, Елена? В соцсетях? В каких? Ну, кто в них не сидит? Кто в них не сидит? В каких? Да. Ну, ты знаешь, я иногда прям себя вот жестко ограничиваю. Угу. Потому что надо уделять время все-таки своим близким. Угу. А в соцсети никакие этого не стоят. И... Можно же... Многие, мне кажется. Лайкать друзей в соцсетях и говорят, привет. Давно не виделись. Вот тебе лайк на день рождения. Ну вот, ты знаешь, я вот не понимаю, когда, честно говоря, на день рождения поздравляют по ватсапу. Угу. Так. Ты как к этому относишься? А... Мне кажется, я всегда вот, всегда звоню, чтобы поговорить с человеком. Пусть я там с ним год не разговаривал. Это было, например, прошедший его день рождения. Я, знаешь, раньше думал, что, ну, по ватсапу поздравлять это не круто, но потом понял, что слишком накладно летать каждый год друг к другу в Геленджик. Вы говорите, мы ждем рождения, и улетать обратно. Поэтому, ну, я как... Те люди, которые вне зоны досягаемости, я всегда это делаю по ватсапу. Ну, и с другой стороны, надо бывает, что, может быть, человек занят, поэтому я не всегда звоню. Угу. Ну, могу сначала написать ватсап, пару строчек. Ну, а скажи, ты как помнишь день рождения друзей? Они у тебя в голове? Или тебе помогает телефон? Я не помню вообще. У меня, знаешь, у меня очень плохая память на числа. Ой, у меня тоже, я страдаю. Я всегда забываю, где, чей, когда день рождения. Я хорошо помню только свой день рождения. И мамин. Вот, потому что у нас начинается на единичку все это. А заканчивается тоже на единичку? Да. Ну, нет, а у нас с первого числа. Ну, помню папин день рождения, хорошо. Помню день рождения своей девушки. Да я уже помню 4 дня рождения, понимаешь? Ничего себе, ты растешь, Андрей. Все благодаря редиске, понимаешь? Еще у меня просто очень много друзей, человек на раз 7-8, у которых день рождения в апреле. В период с 11 по 23. А, с 8 по 23. Вот, и я каждый раз путаю, у кого в какой день. Понимаешь? Так, то есть у тебя много друзей овнов. У меня много друзей, я хвастаюсь этим, понимаешь? Не просто друзья, они овны, Андрей. Овны, друзья овны. А как друзья овны влияют на друга рака? Плохо, потому что ты не справляешься с редиской. Нет, я все, как раз таки я уже все доделал, дочистил. Можно приступать к огуречным слайсам, как ты любишь говорить. Куда это можно сразу, может быть, в чашку будем это складывать? Лен, скажи мне. Давай мы возьмем какое-нибудь красивое блюдо. Красивое? Большое, глубокое? Да, давай большое, не глубокое, а просто плоскую красивую тарелку, чтобы это все выложить. Да, давай. Теперь немножко все не выкладывай. Почему? Ну, потому что у нас должно быть все перемешано красиво. Так, зачем я это настолько редиски нарезал, скажи мне? То есть все, что я сделал, было зря? Нет, Андрей, это все не зря. Остатки ты съешь. Так, хорошо. Теперь смотри руколу. Красиво, картина, так это сделай. Разложи ее так хаотично. Просто разложи руколу. Да, и приступай к слайсам. Потом опять немножко... Ее рвать руколу. Красивой редиски. Ну да, вот так, да, у тебя хорошо получилось. Как ты сейчас по твоим глазам читала, что ты делаешь. Только не это, Андрей. Ну, руколу, надеюсь, не всю надо рвать, скажи мне. Я уже просто устал, честно тебе говорю. Самый энерг... Мне кажется, ты не стараешься. Вот тер до этого год сыр, и нормально все было, Лена, понимаешь, как бы. И приходил домой не уставший, довольный. Сейчас я... Ты просто, смотри, ты качаешь биться, я чувствую, я чувствую. Скажи, что дальше? Так. Я начинаю резать огурцы слайсами, ты что делаешь? Давай, пока мы... Давай, я продолжаю измельчать наши орехи, и потом мне останется взбить сливки и все это соединить. Давай тогда, пока мы смотрим сюжет, мы быстренько взобьем сливки с тобой. Давай. Чтобы не шуметь в фильме. Как раз наш сюжет будет о том... О миксерах, нет? Нет. О сливках, нет? Нет. И даже не о слайсах, а о том, смогут ли люди прожить без интернета. Смотрим. Смог бы ты прожить без интернета, если вдруг сказали, что все, с завтрашнего дня интернета нет. Что бы ты делал? Для тебя бы это была трагедия, или наоборот жизнь стала лучше? Да не, без интернета как-то не особо, мне кажется, было бы жить с интернетом лучше. А вы раньше же как-то обходились? Ну, раньше, да, сейчас совсем другое время, сейчас как-то уже тяжело без интернета. Не, ну я не знаю, мне было бы как-то непривычно. А что тебе помогает интернет в жизни? Что ты с помощью него делаешь, покупаешь? Да, ничего не помогает, просто как развлечение, и все не более трудно. Ну, смотря в какой ситуации, например, когда была беременна, он хуже делал. А так, как бы, я сейчас практически в интернете не сижу. То есть у меня есть чем заняться, помимо этого. Так что... В принципе, не зависите, не зависаете, да? Нет, такого нету. Так что, думаю, спокойно бы жила, как и раньше. В большом мире уже без интернета никак ничего не обходится. Новости сейчас по газетам уже не узнаешь. Я их в магазинах стал видеть все реже. Ну, интернет – это нужная штука. Даже и по учебе, по школе помогает. Ну, или узнать какие-то новости дополнительные. Ну, ты бы, как ты считаешь, может быть, больше гулять, стал видеться с друзьями. Вообще, зависаешь в интернете? Да, но конкретно, если гулять с друзьями, я и так больше времени на улице провожу. Школу, тренировки и прогулки с друзьями. Но интернет – это все равно нужная штука, как и развлечение, и информация. Скажите, смогли бы вы прожить без интернета? Нет. Ни в коем случае. Я вот только телефон с ремонта забрала, два часа была без него, было очень плохо. Что, для чего вам нужен интернет? Что вы в нем находите? Чем он вам полезен? Не знаю, мне ничем не полезен, просто общение с другими людьми. То есть, предпочитаете общение по интернету, по телефону, нежели живое общение? Ну, вот, вживую пообщались, домой пришли и сразу через интернет. То есть, для вас бы это была трагедия? Ну, не прям трагедия, но печально было бы без него. Спокойно бы смог жить без интернета. Для чего он вам нужен? Вообще пользуетесь интернетом? Конечно, пользуюсь. Ну, если бы, в общем, обстоятельства заставили пользоваться без него, то жил бы без интернета. Как стала складываться ваша жизнь? Чего бы стали делать больше? Чему посвящать время? Гулять. Ну, да, думаю. А вообще, зависаете в интернете? Что полезного в нем? Как считаете? Ну, есть какая-то польза порой, там, что-то для школы ребенку найти, какую-то информацию для садика. Так, что-то себе нужно. Но прям так, чтобы зависать, нет. На это время сильно нету. То есть, в принципе, если бы интернет закрыли, отменили, вы бы это спокойно пережили? Да, думаю, что да, но мы все-таки есть. Раньше же люди жили, и я, в принципе, с интернетом начал пользоваться в буквальном 2010 году, а до этого я все время проводил во дворах и спокойно можно жить. Главное, найти занятия и развлечения. Даже сейчас я интернету немного времени уделяю. Итак, Андрей Козицкий, Елена Штеева. Все, я, наконец-то, дорезал редис. Ух, Андрей, ты молодец. Дорезал слайсами огурцы в это время, пока ты вот эти вот орешки только резал. Я все сделал, и огурцы порезал, и сложил салат слоями вот так вот. Вот там огурчики, редисточка, рукола, батва, кстати, от редиски, да, пошла? Да, 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 да. Не знаю, что это с того будет. Взбил сливки. Так, теперь давай доделывай заправку к нашему салату. Заправка будет очень простая, оливковое масло и бальзамический уксус. Возьмем два к одному. Два масла, один уксус. А я добью наш десерт. Получается, выкладываем слоями. Сначала пойдут орешки, которые надо залить вот этим нашим кофейно-медовым соусом. По чуть-чуть. Потом следующий слой будут бананы. И потом выкладываем сливки. И потом опять повторяем все то же самое. Ты вообще кофе любишь? Я кофе обожаю. Честно тебе говорю. Я готов. Мне кажется, вот сейчас там такой супер бум кофе. Что? Раньше наши родители так не пили кофе. Я помню, было еще, знаешь, такое пиле. Самый такой первый. Ой. В баночках. С этим индейцем. Ты что, не помнишь пиле? Футболисты, помню. Кофе, ну честно, нет. Я помню, кофе пиле что-то было такое. Но так уже, знаешь, смутно. По-моему, даже сейчас есть кофе пиле. У меня воспоминания из детства, это Uncle Ben's почему-то. Uncle Ben's. Все упирается в это. Так, смотри, я перемешал. Что делаю теперь? Все, молодец. Теперь красиво это все поливай. А я вот красиво выкладываю наши сливки. Конечно, десерт будет такой немного, ну немного совсем калорийный. Ну не заморачивайтесь. Главное, он будет вкусный. Главное, что вкусный. Мы перемешиваем салат вообще, нет? Нет, чуть-чуть, чуть-чуть вот так вот, Андрей, сделай это все. Как ты можешь. Все, я сделал все, что мог. Так, и я тоже завершаю уже практически. У нас с тобой вкусный, красивый десерт. Ты видишь, как бы, да, странно не выглядело. Я сегодня по здоровой пище, ты вот под этим сладкостям, сладкоежкостям. Ну знаешь, очень красиво получается. Ну мне кажется, тоже должно у нас получилось. Как это есть потом, скажи? Неплохо. Так, на брудешафт, по такому грецкому коктейльчику. Ну берешь ложечку и ешь. Так, сейчас как у нас будет наш... Вообще, знаешь, выглядит круто. Смотри, так вот, если даже сбоку смотреть. Так, сейчас у нас какое-нибудь наше местное кафе стырит наш десерт. Ой. Потому что вы украли у него все ингредиенты. Они у нас украдут. Не, ну знаешь, вообще красиво. То есть не стыдно только даже подать. Слава Богу. Ты переживала, да? Да. Можешь все спокойно, Лена, идти в ресторанный бизнес. Ну, а с моим-то салатом. А с твоим салатом к бабушке на даче. Бабушкина, спасибо, так вот мы растаяли свои приоритеты. Кто-то бизнес, кто-то на огород. Ну, что поделать. Так, давай, смотри, мне осталось совсем чуть-чуть, Андрей. Вау. Ты вообще любишь сливки. Ты радуешься, как ребенок, знаешь, мне нравится своему... Я раскрасила. И так. Это какой-то был китайский сейчас ребенок. Нет, обычный маленький. И так все говорят. Наверное, я не знаю. Какие-то странные дети. Так, ну ладно. Ну и вот, знаешь, я тебе... То без чего вообще ни один коктейль, ни коктейль. Ну, давай, давай. Я тебе... Это мы сейчас. Алла, второй редис. Это, знаешь, такое... Теперь ты можешь сказать, что это был твой авторский десерт. Да. А что мы будем делать вот с этой оставшейся теракой, скажи мне? Класть плитку или есть ложкой? Ну, есть ложкой. Есть ложкой, хорошо. Итак. Ну вот, у нас, смотри, все так красиво, хорошо получилось. Сегодня, друзья, вы увидели, как можно использовать кучу продуктов, чтобы они остались. Потому что у нас недосытная Елена Шутева. Нужно еще килограмм бананов. Фуру нам, фуру с редисом. Ну, ты чего, сейчас передача закончится, а мы с тобой продолжим. Давай сделаем вот так. Поставлять новые десерты в местные кафе и рестораны. На продажу. Вот так вот. Давай, можно сделаем вот так вот? Давай. Давай сделаем вот так вот. Все, друзья, с вами были Елена Шутева, Андрей Козицкий. Мы с вами не прощаемся. После рекламы к вам придет в гости каждому из вас через тильзер, как в фильме «Зынок» Артем Столяров. И будет делать, знаете что? Картофельные изразы. Вот так вот. Все. Здоровья, друзья. Здоровья вам. Программа «ЕСТВей». Не прощаемся. Всем до новых встреч. Не переключайтесь. Пока. Всем привет. С вами шеф-повар Артем Столяров. Готовим изразы с грибами и свиными колбасками. Мы используем любой шанс, чтобы дотянуться до мечты. И всегда рады, когда нас в этом поддерживают. Кредит наличными на любые цели до 4 миллионов рублей со ставкой от 10,5% годовых. ОТП-банк. Вместе к мечте. Сейчас. Картофельные изразы. Картофельные изразы – блюдо советской кухни, без которого раньше не случался ни один праздничный ужин, но в современном мире домашней кулинарии почему-то забытое блюдо. Так вот, друзья, сегодня мы попытаемся приготовить вновь картофельные изразы. И начинять мы их будем свиными колбасками, как ни странно. Сегодня у меня на столе оказалось не мясо, не фарш, а вот в морозилке после последнего пикника остались недожаренные колбаски. Так вот, достану-ка я из них содержимое и использую для начинки для наших картофельных израз. Но для начала нам нужно будет подготовить грибы, лук, черемшу и немного чеснока. Пока греется сковородка, я измельчу эти продукты. Основные продукты для наших картофельных израз – это фарш из свиных колбасок, шампиньоны и очень ценный, полезный, витаминный весенний дикорос – черемша. Черемша – это такие листочки луково-чесночного растения, которые очень похожи на листья тоже весеннего лесного цветка – ландыша. Так вот, очень важно, друзья, не перепутать ландыш с черемшой, когда вы занимаетесь сбором последнего. Как отличить? Листья ландыша у основания имеют темный красный цвет, у черемши же наоборот, эти основания листочков – они зеленые, поэтому не перепутайте, иначе можно получить отравление. Ну, не будем о грустном, начнем измельчать шампиньоны. Сковорода уже, я слышу, как она потрескивает, это говорит о том, что она нагрета, и я наши грибочки сейчас нарежу не очень крупно, потому что все-таки мы готовим фарш, и фарш в наших зразах должен быть мелкорубленным, для того, чтобы мы смогли его без труда удобно завернуть в яичный блинчик, о котором я вам пока еще не говорил. То есть, традиционно жарят яйцо, добавляют какие-то мясопродукты, грибы, возможно, может быть копчености. Но яйцо мы будем не жарить, не варить, а будем готовить из него очень тонкий омлет, в который завернем начинку, а позже этот мешочек мы завернем в картофельное пюре, что сделает наши зразы более интересными, более презентабельными для гостей или для членов семьи, в общем, для всех тех, для кого мы стараемся, кого мы любим, для кого мы готовим. Как известно, зразы больше домашнее блюдо, чем ресторанное, хотя и в ресторане можно приготовить его очень даже достойным способом. А как на всякой домашней кухне и у любой врачительной хозяйки или хозяина, продуктам принято относиться бережно. И поэтому у меня здесь в данном случае все полезные части лука, которые есть, а именно вот эти сочные основания луковых стрелок, я тоже буду использовать вместо репчатого. Я уверен, что лук вот такого характера, такого вида придаст нашей начинке особый весенний аромат. Это, конечно, шикарно, когда после долгой зимы чувствуешь аромат такого зеленого лука, собранного с грядки. Ну, пусть даже степличный, но все-таки уже, конечно, как ни крути, а аромат весеннего лука отличается от зимнего, пусть даже тоже зеленого. Вот так вот грибы сейчас обжариваются. Я дождусь, пока они полностью потеряют влагу, потому что грибы очень влажный продукт. И чтобы потом наша начинка не текла, была более липкой и лепкой от слова лепить. Вот, я все-таки лишнюю влагу уберу, позже добавлю лук и добавлю фарш. Вот, а пока у нас происходят эти события с грибами, я из черевы колбасок достану содержимое. На самом деле, вот этот кулинарный прием, как освобождение фарша из колбасной черевы, он очень даже не новый и нисколько не экзотический, не нестандартный. Такие же самые штуки можно проделывать и с разного рода пряными колбасками. Если вы вдруг ленитесь заправлять фарш каким-то набором специй, для того, чтобы не покупать лишние специи, которые станут потом, что называется, валякой у вас в хозяйстве, в ваших закромах, неиспользованные специи, можно взять уже готовые колбаски, которые доведены до вкуса, можно выбрать какие-то с какими-то определенными вкусами. Есть сырные, есть с прованскими травами, прочие колбаски и, то есть, уже выбрать их для приготовления какого-либо блюда, ну, в данном случае, из раз. Вот. Грибы уже, значит, отдали всю влагу, я принимаю решение добавить туда наш лукчок. Аромат, конечно, ребята, непередаваемый. Грибы, весенний лук, просто, просто супер. Итак, вот и лукчок уже стал вяленьким. Опять по тембру шипения масла, а он очень высокий, я понимаю, что прошел пакет, прошел процесс жарки, а не кипения. Вот. Потому что есть такая нота в кулинарии, как Ша, это больше кипение, а С, С, это когда уже идет жарко. Обратите внимание на это, когда готовите жареную картошку хотя бы. Вы будете удивлены, но это действительно так. Вот. Пошел, значит, рубленный лист черемши. И, как известно, фарш, он на то и фарш, что готовится быстро, вот, потому что он уже измельчен. Я слегка присолил грибочки. Вот. Но, опять же, конечно, я имею в виду, что колбаски, фарш которых мы добавили в нашу начинку, уже были заправлены солью и перцем. Поэтому, с учетом этого, я и добавляю остальные специи, для того, чтобы не переборщить. Так. С солью достаточно. Перчика тоже вполне хватает. Вот. Судя по тому, какой цвет приобретает сейчас фарш, белый цвет и рассыпчатую консистенцию. Это говорит уже о том, что он наполовину готов. Так вот, друзья, захотел я самую малость для пикантности и для связки наших разных вкусов мяса, грибов и черемши. Вот. Пару ложек сметаны. А можно и не добавлять. Ну, вот, что-то мне захотелось. Сметана оказалась под рукой. Я решил добавить. Ну, почему нет? Всякое бывает. Всякое бывает и на телевидении, и на моей кухне очень часто случается импровизация. Так вот, сейчас как раз еще крупные кусочки фарша, которые не до конца прогрелись, сейчас они прокипят. Уж точно начинка будет готова. Тем временем, и выпарится лишняя влага, будем готовиться к тому, чтобы уже стать ближе к финальной части приготовления нашего блюда. Буквально 10 минут нам нужно для того, чтобы начинка подостыла. Я поменял сковородку на тефлоновую. Сейчас она нагревается и очень просто, очень быстро я взбиваю яйца в емкость. Возьму штук пять сразу. Если останется лишний омлет, ничего страшного, прикуску вполне сгодится. 5 яиц. Так, скорлупа не попалась? Нет, не попалась. Отлично. Немного соли. И венчик. Отлично. Достаточно. Так, что тут у нас со сковородой? Я вижу, что она уже горячая. Немного масла. Вот так. Легкий дымок говорит о том, что она действительно уже не слабо так нагрелась. Сейчас еще капельку масла покрыть всю поверхность, но лишнее масло нам тоже не нужно. Я его сейчас солью. Вот этот процесс, который мы сейчас будем делать, очень похож на процесс выпекания блинов. вот так. Раз. Начиночка. И вот так вот. Раз. 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 Так. Ну, еще щипцы мне в помощь. Вот так придаем форму задуманному. Да, конечно, вы правы. Я усложняю процесс. Это телевидение, друзья. Здесь все должно быть интересно и немножечко волшебно. Но я не настаиваю, чтобы сразу делать именно так. Вы можете просто-напросто взболтать яйцо на сковороде вместе с фаршем, приготовить из него омлетик и завернуть позже в картофель. Ну, вот мне. Мне хочется так немножко поиграть с едой. Тем более, давно хотел так попробовать. Почему бы не воспользоваться случаем. вот так. Раз. И еще. И еще. Знаете, вот вот уже после первого после первого я я понял, что опыт движения мои становятся уверенными. Мешочек становится более ровным. Я прям я прям рад, что решил рискнуть так и вижу, что все получается отлично. вот такие замечательные мешочки из яйца, грибов, фарша от колбасок и черемши у нас получились. У меня есть плотное картофельное пюре, в которое я практически ничего не добавлял, только соль. если добавить туда сливочное масло или молоко, то при жарке наши сразу могут развалиться, чего бы мне очень не хотелось. и поэтому чем плотнее картофель будет, тем больше вероятности получить правильный результат. вот так и заворачиваем. я делаю в перчатках, поэтому картофельное пюре у меня не прилипает к рукам. если у вас нет перчаток, то стоит поставить рядом с местом, где вы делаете сразы емкость с холодной водой периодически смачивать руки. тогда пюре не будет прилипать. кстати, то же самое и про котлеты и про фарш вот так вот так еще раз замажу трещинки вот сковорода нагрелась я буду выкладывать сразы больше всего конечно то, о чем я сейчас переживаю это чтобы они у меня не развалились при жарке но я старался соблюсти все правила приготовления и правила обработки продуктов поэтому надеюсь все-таки результат будет ожидаемым. вот так еще третью сразу много я не буду погружать потому что сраза это такое существо хрупкое картофельное пюре оно ведь мягкое и сейчас будет еще мягче во время жарки поэтому чтобы не поранить лопаткой лишний раз я не буду загружать сковородку сразу много израз то есть это как с котлетами тут не пройдет вот три штуки вполне достаточно чтобы у меня была возможность развернуться на сковороде итак моя волшебная лопатка вот начнем с трех и если что добавим потом еще сухари конечно очень быстро поджаривается и вот как я уже говорил картофель моментально начинает обретать мягкую текстуру потому что пюре как известно при нагревании становится гораздо мягче вот так совсем чуть-чуть очень хороший способ после жарки сразу подержать минут пять нагретой духовке у нас в студии происходит все очень быстро 20 30 минут и такое сложное на первый взгляд блюдо как сегодня картофельные изразы с грибами и черемшой уже готовы к подачу все очень просто и очень вкусно да конечно блюдо не на каждый день уж очень многокомпонентное оно но все-таки наверное периодически какие-то должны быть для мамочек тренировки не все же пельмени лепить можно и в картошечку что-нибудь завернуть поэтому вот друзья финальная часть наши нежнейшие изразы с черемшой картофелем омлетным блинчиком вот так симпатично подаем их и может такое появится впечатление будто это на листьях бамбука что-то вьетнамское украсим к мы их сметаной не украсим а сметана очень даже здесь будет уместная вот так сметаны немного лука самую малость зелень и золото все что у нас на тарелке до скорых встреч пока